всем привет чаще уже в третий раз 17 августа пивная пятиминутка или ну что я вот не помню вчера я говорил что привез целый мешок пива с собой из нефти камска начинаем его пробовать сарапу а нет вчера же был собственно пилснер я его не допил потому что должен был позавчера и водопить и суть суть в чем зашел я там в разливайку в четверг перед отъездом домой в одну разливайку зашел и там обнаружил еще два царапульских пива которых я не дегустировал сейчас у нас будет мартовская 2 до потому что три у меня было а там у них прям целая вся линейка стояла есть даже фирменная пробка но за этим там за ней написано за олсарапульский дрожжи пивной там короче какой-то три мы пробовали валера врачей и 2 еще я нашел к своему удивлению естественно их взял но наверное другой разливайки наверное чек куда-то я потерял тоже из другой разливайки сколько не стоит а но не сучу господи до сотки 70 80 мартская все почему она первое потому что я перебрал весь мешок вчера то что я же накупил т.п. по сути то что живоварни а я знаю что у них срок годности то как у голубя сосиска поэтому начал перебирать кто у нас пойдет раньше кто у нас пойдет попозже и вот этот парень у нас пошел раньше потому что на qr-коде срок годность написано вчера он вышел срока годности вот это пил вышло из срока годности самый прикол что завтра будет пиво которое сегодня выходит из срока годности классно да я придумал но это я не я так придумал то есть до 16 08 вчера она просрачилась блин если бы вот перед обзором я мешок свой перебрал пиво то естественно но бы было вчера вместо этого оренбургского там то еще сроки то нормальные кстати вот для прикола а тут же написано срок годности 4 месяца я прям спас получается я купил пиво которому оставалось если в четверг купил пятницу суббота сегодня суббота в четверг я купил один день пиво оставалось стоять на прилавке дальше никуда не знают она продавцы бы в себе его заливали но чё-то для мартовского темное пиво а это же не мерцин это мартовская типа советский стиль ну да я не знаю как советская мартовская выглядела если у нас есть какие-нибудь олды то выглядела ли она как темная бархатная но она и пахнет или хотя нет хмелек вроде как есть смотрите-ка то возрождают рецепты ссср и нигде вот это не пишут гост ссср все хуйня там просто пишут традиции и качество 1800 1837 года господи да этот завод старше чем фон вакана состав вода соло у них кстати этикетки еще такие древние ну кстати они не бумажные пластиковые вот в этом они конечно постарались а вот так вот писали еще давным долл чтобы контр этикетку не делать ну хотя бы колеритку сделали вода соло светлый соло темный солод карамельный хмель ничего себе напихали зао сарапольский дрожжепив завод видимо как назвались дрожжи так стих годов стуринных ну понятно да что город сарапа вот у нас не рекомендуется употребление и вот из-за того что все на этикетке они на контур этикетки это так все забито так пиздец о кстати бутылочки 05 ну аутентичные вот вот вам традиции качества они балтики всякие это я понимаю но я вот вижу суслов у нас 14 алкоголь куда засунули не главное прикольно здесь написали суслики здесь написали объем вместо того чтобы здесь алкоголь написать объем другом месте то есть алкоголь я дал должен сейчас где-то найти рекомендуется употреблять беременным детям точнее не рекомендуется блять ребят у меня прям проблема сейчас без консервантов пастеризованное темное пиво а алкоголь то где а вот здесь вот мелкими циферками 47 не услышите 47 алкоголя на 14 плотности но это нифига сих она плотно шутку медалька у них есть по-любому сочинская какая-то серебряная так все российские пиларин российская выставка блять да конечно там игры ну давайте пробовать смотреть очень карамельные очень насыщены прям даже немножко нет красноту вроде не отдает просто сыщи насыщена насыщена крышнева дабл бархатная пахнет очень сладко но время от слова очень понятно 47 на 14 плотности взбродили то так себя карамельно сладко медово все как мы любим наверное дать пробовать здесь все минут прошло пока начал пробовать люблю я попиздеть царян слушать она вкус то она умеренно не сладко аромат вообще жесть а вот вкус такой ну бархатная такой умеренный спокойный мягкий плотненький сбалансированный без дефекта региональное пиво без дефектов это как золото в унитазе найти сельском ну да все таки от бархатного отличается спокойненько она не сластит аромат почему такой сладкий я не понимаю вот на вкусе прям хорошо сбалансировано ребят то пробовал это пиво пишите свои комментарии будет очень интересно ну а я больше не буду затягивать ролик и так и так наговорил на этом будем заканчивать я бы посоветовал вот как кто этот кто вот хочет темненького я бы мог посоветовать данный экземпляр если его не нюхать это прямо очень даже достойненько не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте ли себя новости ли пиво это мартовское кто у нас еще делает мартовское то вот самое сэрское да никто открывайте для себя хотя просто может сейчас стиль как-то переименовали и все открывайте для себя новые пиво арнии сарапу вот давным ключей я могу посоветовать да это вкусненько мне понравилось и и на ваше удивление не прощаясь будет еще четвертый видосик ждем